Здравствуйте, уважаемые любители вольной борьбы! Сегодня у меня для всех болельщиков из России радостная новость. Дело в том, что великолепный борец вольного стиля Заурбек Седаков, борясь в весовой категории до 74 килограмм, пройдя всех своих соперников, сумел дойти до финала Олимпийских игр, проходящих сейчас в Токио. Что же это были за соперники? Как именно провел с ними сами схватки Заурбек Седаков? И самое главное, каковы его шансы на победу завтра в финале против Магомед Хабиба Кадзи Магомедова из Белоруссии? Этому, собственно говоря, и посвящен мой сегодняшний выпуск. Итак, поехали! В одной восьмой финала 25-летний Заурбек Седаков в легкую одолел 37-летнего борца из Гвинеи Бисау, Алгусту Медану. Миру вольной борьбы до сих пор не ясно, на что надеялся этот возрастной по меркам вольной борьбы афроамериканец. Очевидно, хотел тряхнуть стариной напоследок на данной Олимпиаде, но вышло так, что тряхнули его самого. Точнее, легчайше накатили два раза в самом начале первого периода. Такие технические действия сотворил с ним Заурбек практически сразу после того, как заработав два балла, забежал ему за спину. А ведь не прошла еще до конца и первая минута схватки. Естественно, что и все последующие события на ковре развивались полностью под диктовку российского спортсмена. И уже очень скоро счет на табло стал 8-0. Однако по ходу поединка Заурбек решил немного сжалиться над чернокожим атлетом и дав ему шанс вновь почувствовать себя молодым, позволил отыграть у себя два балла. Однако после этого халява для Аугуста Меданы закончилась и Заурбек прошел ему в ногу, заставив коснуться пятой точкой ковра, после чего в очередной раз накатил его. И счет стал 12-2. Понятное дело, что в данной встрече победу ввиду явного преимущества одержал Заурбек Седаков. И несмотря на то, что этот первый его соперник на Олимпиаде боролся так, как будто сбежал из дома для престарелых, все же Заурбек сумел показать нам, насколько он физически функционально готов и психологически отлично заряжен на победу в данной весовой категории. И продолжая всем доказывать, что именно он достоин звания олимпийского чемпиона в весе до 74 килограмм, Заурбек Седаков в четвертьфинале разобрался уже с более молодым соперником Бекзодом Авдурахмоновым из Узбекистана. Их поединок был очень динамичным и интересным. Уже спустя 30 секунд поединка узбекский спортсмен попытался забежать за спину Заурбеку. Однако российский спортсмен вовремя среагировал и не дал ему это сделать. А когда на табло уже было время 4 минуты 22 секунды, Заурбек Седаков сумел, прихватив правую ногу соперника, уложить его бедрами на ковер, тем самым заработав судейскую оценку 2 балла. В партере никаких существенных оцененных рефери действий произведено не было и спортсменов подняли в стойку. И вот в стойке уже Заурбек Седаков решил показать своему узбекскому визави, как правильно надо забегать за спину, что он собственно говоря успешно и сделал, заработав свою копилку и еще 2 балла. Под конец первого периода Абдурахмонов сумел отыграть у российского спортсмена 2 балла и на перерыв борцы ушли со счетом 6-2. Вернувшись к борьбе во втором периоде Бигзот Абдурахмонов видимо вспомнил, что это Олимпиада и надо бороться до конца. Он сумел отыграть у Заурбека еще 2 балла. Однако Заурбек таких посягательств на свою победу в этом поединке не оценил и тут же наказал узбека своими атакующими действиями. И счет на табло из 6-4 превратился в 10-4. Под конец схватки Бигзот Абдурахмонов конечно же еще пытался что-то сделать, хотел выиграть в этом поединке, но уровни спортсменов оказались слишком разные и данный борцовский поединок закончился со счетом 13-6 в пользу невероятного Заурбека Седакова, который на протяжении всего этого соперничества показывал свою полную доминацию и неутомимость, я бы даже сказал неумолимость по отношению к своему сопернику. Ну а в полуфинале Заурбека Седакова поджидал 28-летний казахстанец Данияр Кайсанов. Казахстан это естественно та страна, которая богата как своими многовековыми борцовскими традициями, так и своими очень достойными и сильными спортсменами. Так что поединок Заурбека и Данияра обязан был быть интересным. И действительно, с самого начала первого периода борцы активно швунговали, вязали друг другу руки, боролись за захват, пытались навязать свою борьбу, но тем не менее, несмотря на все эти активные действия со стороны обоих спортсменов, счет долго не открывался. И лишь под занавес первого периода Заурбек повел в счете 1-0. Но данный бал российский спортсмен заработал за то, что борец из Казахстана не смог за 30-секундный отрезок времени реализовать какие-либо свои атакующие действия. Таким образом, его наказал судья за пассивность. Хотя пассивности со стороны Данияра, конечно же, не было. Как я уже говорил, оба спортсмена пытались друг друга напрягать и прессинговать. На небольшой перерыв между двумя периодами Заурбек Седаков отправился с минимальным преимуществом. И могло сложиться впечатление, будто силы этих двух борцов равны. Однако после перерыва выяснилось, что первый период это была всего лишь разведка боем для Заурбека. Ибо не прошло и 15 секунд во втором раунде, как он прошел в ногу своему казахскому оппоненту. И переведя его в партер, оказавшись у него за спиной, очень быстро таким образом заработал себе еще два балла. Ну а дальше события на ковре разворачивались только по нарастающей. Мне стало казаться, что Заурбек Седаков включил режим берсерка. Ибо он раз за разом проходил казахстанцу в ноги, как к себе домой. Без особого труда переводил его в партер, даже выкидывал его за пределы ковра один раз. И всеми этими своими действиями он заработал столько баллов, что ему их естественно хватило на досрочную победу над Данияром Кайсановым. Вот такой вот очень насыщенный и зрелищный второй период подарил нам Заурбек Седаков. И на пути к его мечте стать олимпийским чемпионом Олимпиады 2020 стоит теперь только уроженец из Дагестана, но представляющий в данный момент Белоруссию Магомед Хабиб Кадзи Магомедов. Данный спортсмен естественно является самым опасным соперником для Заурбека на данной Олимпиаде. И не потому, что он дошел до финала. До финала можно дойти и по халявной сетке, минуя самых опасных оппонентов. Но такой вариант не про Магомед Хабиба Кадзи Магомедова. Ведь на пути в финал Олимпийских игр он убрал двух неоспоримых фаворитов в этом весе. Франко Чамиза и Кайло Дейко. Я думаю все знают кто это такие. Американца он вообще вынес со счетом 11-0. У Заурбека же сетка на пути в финал была менее напряжная. Но это только мое мнение. Я тоже человек и могу ошибаться. Кто же из этих двух финалистов сумеет одержать завтра победу? Заурбек или Магомед Хабиб? Что ж, делать прогнозы в спорте дело неблагодарное. Но позволю себе предположить, это же мой канал, что победит завтра Заурбек Сидаков. Так как я считаю, что из-за более легкой сетки, плюс он еще и не считая этого имеет очень хорошую выносливость, я думаю завтра в финале он будет более функционально готов и свеж по сравнению с вымотанным, идущим по более тяжелой сетке Магомед Хабибом Коди Магомедовым. Но опять же это всего лишь прогнозы. Я не Нострадамус. И тем более есть такие вещи, как борцовский характер, который Магомед Хабиб Коди Магомедов, кстати, завтра включит на все 100%. Вот как-то так. Это есть мои мысли по данному поводу. В любом случае, как говорят борцы, ковер покажет. И мы узнаем завтра имя нового олимпийского чемпиона по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограмм. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал. Завтра буду обозревать финал, а это значит услышимся.